Всем привет! С вами канал Космостар. Многие из вас помнят красавицу Нелли Николаевну, которую многие называли актрисой не из советской жизни. Она сыграла в таких фильмах как Выстрел в спину, Сметение, Молодые, Гардемарины вперед, Смерть на взлете. Ее жизнь нельзя назвать простой, но в ней было все, и радость, и горе, и любовь, и отчаяние. Родилась Нелли Николаевна в 1947 году в Таллине в семье Николая и Надежды Тиеннл. Еще маленькой девочкой она тянулась к искусству, любила выступать, но родители были против того, чтобы дочь связала свою жизнь с актерской профессией. Однако упрямая Нелли все же поехала поступать в театральное и с первой попытки поступила в ГИТИС. Годы учебы пролетели как миг, и после окончания Нелли Николаевна была принята в труппу театра Моссовета, где она работает по сей день. Она играла как в классических, так и в современных постановках. Дебют в кино у начинающей тогда актрисы состоялся в 1969 году, когда она сыграла роль Ярославны в фильме «Князь Игорь». Игра Нелли Николаевны понравилась режиссерам, и они стали приглашать ее сниматься. Поначалу роли были небольшими, но постепенно пшенная стала играть и главных героинь. Больше всего зрителям запомнилась игра актрисы в таких фильмах как «Агония», «Служебный роман», «Выстрел в спину», «Гардемарины», «Вперед». Две судьбы, райские яблочки, остров ненужных людей, только о любви, осиное гнездо. Когда в 90-е работы не стало, Нелли Николаевна попробовала себя в озвучке. В 2000-х попробовала себя в сериалах. По словам актрисы в них сниматься сложнее, чем играть в театре или сниматься в простом кино. Но для нее съемки в сериалах – это как преодоление себя, как новый трамплин, смогу или не смогу. Она не боится играть и простых русских женщин, и коварных аристократок. Поклонников у девушки было много. Первые серьезные отношения у Нелли Николаевны завязались, когда она училась в институте. Ее избранником стал однокурсник, но брак не продержался и года. О нем актриса не любит вспоминать. Говорит только одно – поторопились. Позже она познакомилась с актером Алексеем Шейниным. Начали встречаться, Нелли Николаевна забеременела. Поженились. Но брак продлился всего 7 лет, Пшенная влюбилась в актера Юрия Демича, а Шейнин не смог ей этого простить. Разводились они бурно, но вскоре все же нашли в себе силы поддерживать хорошие отношения ради единственной дочери – Евгении. Девочка, кстати говоря, не пошла по стопам матери. Она окончила юридический, вышла замуж, родила детей. Но в 2015 году ее жизнь прервалась, рак желудка. Нелли Николаевна после развода так и не вышла замуж. Романы были и довольно продолжительные. Но актриса решила посвятить свою жизнь дочери, а затем и внучкам. После смерти Евгении именно она занялась их воспитанием. Сейчас актриса по-прежнему играет в любимом театре, снимается в кино. Да и целом ведет активный образ жизни. О себе говорит только одно, у меня есть качество, неправильное для актрисы, я не тщеславна. Я сама себя так воспитала с самого начала, когда видела со студенчества, как люди завидовали друг другу. Это могла быть любая мелочь, от предоставленной роли до подаренного букета после спектакля. Я поняла, что это может вообще сжечь изнутри, и искоренила в себе зависть. Для меня стала главной работа, то, как я сыграю. А еще я себя приучила не бояться провалиться. Я не считаю себя успешной. Я человек не светский, не тусовщица, я другой человек, домашний, семейный.